Привет, друзья мои, я Олеся Медведева, а вы смотрите новый выпуск Ясно Понятно Блога на канале страны. Эта неделя обещает быть информационно насыщенной, но сначала о том, что произошло в конце предыдущей. Вчера, 19 сентября, в России завершились выборы в Государственную Думу, которые длились три дня. Для украинцев эти выборы интересны в двух основных аспектах. Первый – это новая конфигурация в российском парламенте, который будет иметь, согласно новой конституции России, больше полномочий, чем предыдущий. Например, теперь парламент сможет утверждать правительство, хотя ранее это была прерогатива президента, то есть Путина. Сейчас же за ним сохранилось только утверждение профильных министров, министра иностранных дел и силовиков. Второй аспект в том, что впервые голосование прошло и на неподконтрольных территориях Донбасса, где голосовали местные жители, которые получили российские паспорта. Проголосовать на этих выборах можно было онлайн, не выезжая из Донецка или Луганска. Люди, которые голосовали у себя дома, могли проголосовать только за партию, то есть по мажоритарному округу они не получали бюллетени и, собственно, за мажоритарщиков не голосовали. А те, кто выезжал в Ростовскую область для того, чтобы проголосовать, голосовали и за партию, и за мажоритарщика. Избирателей, которые проголосовали онлайн, было более 150 тысяч, а это немалая цифра. При этом другая часть избирателей голосовала очно в Ростовской области, куда людей возили автобусами. То есть это еще несколько десятков тысяч проголосовавших. На момент записи этого блога по результатам подсчета бюллетеней 81% бюллетеней по партийным спискам голоса распределились следующим образом. Единая Россия 49,48%, КПРФ 19,78%, ЛДПР 7,56%, Справедливая Россия за правду 7,36%, Партия Новые Люди 5,36%. Это те, кто на данный момент преодолевает 5% барьер, то есть заходят в Государственную Думу. Я думаю, что можно уже утверждать, что партия Единая Россия по спискам, а также плюс депутатные мажоритарщики, уже имеет конституционное большинство, то есть больше 300 голосов. Украинские власти из-за того, что на этих выборах голосовали и жители Донбасса, возмутилась. По этому поводу Верховная Рада Украины уже приняла заявление с требованиями к мировому сообществу признать выборы в Государственную Думу нелегитимными. Это вполне себе ожидаемый момент, но вот украинским политикам и чиновникам лучше бы было задуматься о другом. Россия обеспечила голосование своих граждан на Донбассе. Почему я говорю гражданами? Потому что на законодательном уровне гражданами Российской Федерации являются те люди, у которых есть паспорт Российской Федерации. А теперь давайте посмотрим, что происходит с избирательным процессом в Украине и сравним. Последние местные выборы, которые проходили в нашей стране. Украинский ЦИК с молчаливого то ли согласия власти, то ли им было так выгодно, берет и запрещает избирать органы местного самоуправления сотням тысяч украинцев, которые проживают на подконтрольной украинской власти территории. И вы, друзья, прекрасно помните, как взяли и отменили местные выборы в ряде населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Под предлогом того, что это было небезопасно. При этом хочу акцентировать ваше внимание, что есть вступившее в силу решение суда о незаконности отмены местных выборов в конкретных населенных пунктах. Но это уже год, как никого абсолютно в украинской власти не волнует и местные выборы в прифронтовой зоне не назначают. Центральная избирательная комиссия заявляет даже, что их и не собираются там назначать. Небезопасно, говорят там до сих пор. Хотя вспомним, 2019 год, президентские выборы, потом следом за ними парламентские. Голосование там проходило вполне спокойно. Никого вопрос безопасности тогда не интересовал. Еще раз, друзья мои, зафиксируем. Люди с российскими паспортами, которые живут на Донбассе, имеют право и, главное, имеют возможность голосовать за органы власти России. А граждане Украины, которые живут на Донбассе, на подконтрольной украинской власти территории, не имеют права голоса и не могут проголосовать за украинские органы власти. То есть, что бы там Зеленский не говорил про борьбу за умы, про наш Донбасс, о том, что наши люди на Донбассе, и только дождитесь, и все будет у вас хорошо, это просто пустые слова. Разница, как говорится, налицо. Но у нас, знаете ли, происходят другие, не менее интересные, скажем так, процессы, о которых сейчас расскажу подробнее в этом блоге. Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Вы знаете, друзья мои, очень сложно уважать государственные институты, государственные органы власти, да и в принципе государство, когда повсеместно происходит жуткая жуть и беспредел. Десакрализация власти в нашей стране произошла уже давным-давно, лет 8-7 тому назад, и никто за все эти годы ситуацию среди представителей власти, а также политиков улучшить не смог. И, собственно, вот ширится новая, ну скажем так, народная забава. Использование нецензурной или же абсентной лексики в отношении чиновников и политиков, это уже не что-то сверхъестественное. У нас, вон, пожалуйста, матерные кричалки выкрикивают даже на день независимости во время официального мероприятия, и никто по этому поводу не смущается. Ну и, собственно, не предпринимает никаких мер, чтобы, ну, как бы, этот момент устранить. Тогда, собственно, и не стоит удивляться, почему граждане Украины самые разные сейчас запускают такой матерный флешмоб, где выясняют, кто больше х**ло, как говорится, Порошенко или Зеленский. Я напомню, что 6 сентября в городе Чернигов национальная полиция открыла уголовное дело против мужчины, который написал на заборе, в общем, вот это. Зовут молодого человека Александр Тарнавский, вменяют ему мелкое хулиганство, он сам вину, собственно, признает и объясняет свой поступок. Меня будут судить за оскорбление президента, именно так черниговские полицейские трактуют граффити Зеля х**ло, хотя президент, как известно, Зеленский, а не Зеля. Жителя Чернигова решил также поддержать и скандально известный телеведущий художник, и кем он себя только не называет, Паярко, в общем. Он даже на заборе собственного дома написал то же самое, что и Тарнавский. На Порошенковском телеканале прямой решили устроить тоже там целый перформанс, а парохоботы вообще начали в социальных сетях призывать присоединиться к флешмобу в поддержку этого парня из Чернигова, Александра Тарнавского, и всем везде писать, мол, Зеля, ну вы поняли. И, в общем, сами тоже подают всяческий пример. Технологи Зеленского решили тоже не оставаться в стороне и запустили свой флешмоб. Недавно Петр Порошенко проводил встречу в Днепре. Туда пришли какие-то люди, некоторые из них были в военной форме и, собственно, начали кричать. Ты не гетьман, ты х**ло. По нашим данным, эти парни пришли, конечно же, не просто так. Акция была организована слугами народа. Ну вот, типа, получите ответку. И вы знаете, друзья, такими темпами это вот слово матерное, нехорошее. В Украине скоро начнет употребляться исключительно вместе с фамилиями президентов Украины, нынешних, бывших. А то раньше использовались в адрес, там, иностранных их коллег, а тут видим, вот, какая борьба развернулась, заняться ж нечем. Проблем же ж в стране других нет. Вот, собственно, такие дела, друзья. А как вы думаете, кто же все-таки больше? Пишите ваш вариант, друзья мои, в комментариях. А на этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно, понятно, блог на канале Страна.юэй. Не забывайте подписываться на нас, нажимать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Читайте нас обязательно в социальных сетях. Подписывайтесь на телеграм-канал Политика Страны. Самые главные новости вы можете прочитать также здесь, на нашем канале в YouTube, во вкладке «Сообщество». Совсем скоро с вами снова увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!